МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Продолжает выпуск новостей. В студии Иван Кудинов. Здравствуйте. О решении проблемы обманутых дольщиков, упрощенном порядке обжалования автоштрафов и опасности клубники для аллергиков расскажем прямо сейчас. Методику решения проблемы обманутых дольщиков в Новосибирской области поставили в пример на федеральном уровне. В Москве накануне прошло совещание в Министерстве строительства. Сейчас в нашем регионе реализуют 12 масштабных инвестиционных проектов. Это позволит восстановить нарушенные права покупателей квартир еще в 14 долгостроях. Областное правительство предоставляет застройщикам земельные участки, субсидирует технологическое присоединение проблемных объектов к инженерным сетям, благоустройство при домовой территории и установку лифтов. Еще один эффективный инструмент господдержки предоставление обманутым дольщикам целевой субсидии в размере до 200 тысяч рублей для достройки проблемного объекта. В реестр на получение субсидий уже включили почти 1200 человек. В Госдуме рассмотрят законопроект об упрощенном порядке обжалования автоштрафов. Документ внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Законопроект позволяет в электронной форме обжаловать постановления, вынесенные на основе данных технических средств, работающих в автоматическом режиме. Речь идет в первую очередь о видеокамерах, фиксирующих нарушения на дорогах. На сегодня постановление об автоштрафах направляется гражданам как в бумажной, так и в электронной форме, напомнил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Однако обжалование возможно только в явочном порядке. Людям приходится ходить по инстанциям, писать заявления, тратить время и нервы. Конец цитаты. В пенсионный фонд за деньгами уже 550 жителей Новосибирска обратились за выплатой пенсионных накоплений. Сибиряки пользуются новым правом получить свои средства до ухода на заслуженный отдых. Речь идет о пенсионных накоплениях, и обращение за ними не зависит от увеличения пенсионного возраста. Как только мужчине исполняется 60, а женщине 55 лет, они могут обратиться за начислением пенсии. И только одно условие надо, чтобы у человека был страховой стаж не менее 10 лет. На прилавках магазинов и торговых точках на улицах появилась клубника первого нового урожая, правда не российская, а импортная. И как раз накануне диетологи рассказали об опасности такой ягоды для аллергиков. По словам врачей, люди, которые страдают от различных аллергических реакций, в весенне-летний сезон и особенно в период цветения деревьев и кустарников, клубнику лучше не есть, чтобы избежать обострения. Да и тем, кто аллергией не страдает, рекомендуют не превышать норму 250-300 граммов в день. И лучше дождаться ягоды, которая растет в нашем регионе. Она и менее калорийна, и содержит больше полезных для организма веществ. К другим темам в селе Егоровка Болотнинского района провели капитальный и косметический ремонт библиотеки. До приема у посетителей осталось сделать совсем немного, ассортировать книги и создать картотеки. Подробнее в сюжете моих коллег. Литература советского и постсоветского периода, также отраслевая литература. Вот это вот, все вот эти вот стеллажи, это дар читателей. Тут более 2000 калорийн. За несколько месяцев жители пожертвовали около 170 экземпляров. Централизованно поступили новые издания известных произведений детской литературы. Читатели уже оценили возможности выбора. Я люблю энциклопедию про животных, ну это очень полезно для учебы. Узнаешь большего. Очень люблю фантастику. Люблю Гарри Поттера. И люблю детективы. Сегодня заканчивают последние приготовления к открытию после ремонта. Его ждали много лет. Библиотека годами разрушалась. Библиотека состоит из трех залов. В первом зале были окна. Деревянные, старые, обычные. Во втором. А в третьем зале, как бы стекол не было, стекла были побиты, и просто окна были забиты досками и клеенкой. Потолок у нас был весь протекший, потому что текла крыша. Естественно, полулинолеум все пришло в негодность. Было очень много списано книг из-за того, что протекала крыша. Ну а теперь вон красота у нас какая. Егоровская библиотека находится в здании Дома культуры. По государственной программе культуры Новосибирской области были выделены средства на ремонт здания. Также средства удалось получить по муниципальной программе развития культуры Болотнинского района. Все работы закончили за четыре месяца. Сразу появилось очень много свет, раньше было как-то темно, как бы пахла очень сильная бумага, а сейчас пахнет, можно сказать, свежестью. Красиво очень, светло. В помещении библиотеки уже планируют проводить сельские мероприятия. В этом году закупили два комплекта кукол для театра. Егоровцам стали доступны электронные книги. На этом работы в районе не остановят. Строителей ждут Байкальской библиотеки. Там протекает кровля. В Светлополянской сельской библиотеке будут искать помещение. Прежнее сгорело. Ирина Шатрова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей уже через полчаса. В студии работал Илван Кудинов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Эфир канал ОТС продолжает выпуск новостей. В студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о реконструкции фасада главного корпуса НГТУ, повышении зарплат российским судьям и студенческом этапе Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне». Россияне стали меньше покупать. В мае средний чек за один поход в магазин снизился на 0,7% или 4 рубля и составил чуть больше 550 рублей. По данным аналитиков, это самый низкий показатель с начала года. Меньше всего снижение коснулось дискаунтеров, больше всего магазинов традиционной торговли. Правда, говоря о причинах, эксперты называют большое количество выходных в мае. Отсюда и снижение потребительской активности. Хотя с этим выводом согласны не все. В Госдуме рассмотрят законопроект об упрощенном порядке обжалования автоштрафов. Документ внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Законопроект позволяет в электронной форме обжаловать постановления, вынесенные на основе данных технических средств, работающих в автоматическом режиме. Речь идет в первую очередь о видеокамерах, фиксирующих нарушения на дорогах. На сегодня постановления об автоштрафах направляются гражданам как в бумажной, так и в электронной форме, напомнил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Однако обжалование возможно только в явочном порядке. Людям приходится ходить по инстанциям, писать заявления, тратить время и нервы. Конец цитаты. Главный корпус «Нетти» ждет реконструкция. Фасад здания планируют отремонтировать к молодежному чемпионату мира по хоккею, при этом сохранят историческую темно-вишневую расцветку здания. Когда студенты спрашивают, куда идти, прохожие им отвечают – в красный корпус. Есть где-то белый дом, а у нас свой красный корпус, куда идут. Это уже такая фирменная история, которую мы, безусловно, сохраним. Так же, как и фасад, который должен соответствовать эпохи постройки 50-60-х годов. Специалисты уже обследовали стены главного корпуса. В ближайшее время проведут экспертизу состояния всего здания, после чего появится проект работ. Здание возвели в 1960 году. Его фасад выходит на проспект Маркса. Эта улица войдет в туристический маршрут в период проведения чемпионата по хоккею. А само здание станет одной из главных площадок для массовых мероприятий. Добавлю, что внешними изменениями в облике университета администрация вуза не ограничится. В конце июля в НГТУ запланирован масштабный фестиваль граффити. Молодые художники раскрасят больше 400 квадратных метров стен университета. Российским судьям повысят зарплаты. Как следует из текста указа президента Владимира Путина, который размещен на портале правовой информации, повышение окладов произойдет с 1 октября. Цитата. Жители Куйбышевского района смогут узнать судьбу родных пропавших без вести в годы войны благодаря всероссийской акции «Судьба солдата». Проект стартовал два года назад. За это время удалось установить судьбы сотен фронтовиков, изучая базу данных Министерства обороны и архивные документы. Мобильная приемная накануне работала на главной городской площади Куйбышева. Жители, пожелавшие узнать, где воевал, погиб и захоронен их родной человек, заполняли специальную анкету, оставляя свои данные для обратной связи. Пока приняли пять заявок. Работа по сбору продолжится до конца недели. До 21 июня, 21 июня включительно, любой желающий, который сегодня не успел заполнить, подать анкету, может прийти в Дом молодежи по улице Шишкова 2, в 9 кабинет и оставить этот запрос. 22 июня мы все данные будем передавать в региональное отделение. И в завершение о спорте. Вслед за школьным региональным этапом Всероссийского фестиваля «Готов к труду и обороне» нормы ГТО сдадут все новосибирские студенты. В двухдневную программу лично командных соревнований входят бег, прыжки, подтягивания, плавание, стрельба и другие упражнения общефизической подготовки. В команде 8 человек, мужчин и женщин поровну. Лучшие студенты представят Новосибирскую область на Всероссийском этапе фестиваля ГТО, который пройдет этой осенью в Челябинске. На этом пока все. Следующий выпуск новостей уже через полчаса. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эфир канала ОТС продолжает выпуск новостей. В студии Иван Кудинов. Здравствуйте. О реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в упрощенном порядке обжалования автоштрафов и планах развития нового футбольного клуба «Новосибирск» расскажем прямо сейчас. Темпы реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году выше, чем в прошлом. Это отметили в правительстве Новосибирской области. Один объект уже завершен, а на 62-х идут работы. А в целом в планах благоустройство 170 объектов. Сейчас среди лидеров формирования комфортной городской среды Купинский, Машковский, Краснозерский и Ордынские районы. Добавлю, в этом году на благоустройство территории региона направят почти 900 миллионов рублей. В Госдуме рассмотрят законопроект об упрощенном порядке обжалования автоштрафов. Документ внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Законопроект позволяет в электронной форме обжаловать постановления, вынесенные на основе данных технических средств, работающих в автоматическом режиме. Речь идет в первую очередь о видеокамерах, фиксирующих нарушения на дорогах. Но сегодня постановления об автоштрафах направляются гражданам как в бумажной, так и в электронной форме, напомнил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Однако обжалование возможно только в явочном порядке. Людям приходится ходить по инстанциям, писать заявления, тратить время и нервы. Конец цитаты. В селе Егоровка Болотнинского района провели капитальный и косметический ремонт библиотеки. До приема посетителей осталось делать совсем немного – сортировать книги и создать картотеки. Средства на ремонт здания выделили по государственной программе культуры Новосибирской области. Кроме того, деньги удалось получить по муниципальной программе развития культуры Болотнинского района. Все работы закончились за 4 месяца. Ставили окна, отремонтировали кровлю и пол и утеплили здание. Ремонта ждали долгие годы. Здание было в плачевном состоянии. Библиотека состоит из трех залов. В первом зале были окна. Деревянные, старые, обычные. Во втором. А в третьем зале стекол не было. Стекла были побиты. И просто окна были забиты досками и клеенкой. Потолок у нас был весь протекший, потому что текла крыша. Естественно, полулинолеум, все пришло в негодность. Было очень много списано книг. Добавлю, что сейчас сотрудники библиотеки готовят помещение к открытию после ремонта и принимают в дар книги от населения. Жители поселка уже пожертвовали более двух тысяч экземпляров. И в завершение о спорте. Футбольный клуб Новосибирск в ближайшем сезоне должен выиграть чемпионат России в зоне «Восток». Именно такую задачу озвучило руководство новой команды. О планах и перспективах развития амбициозного футбольного проекта Александр Шарудила. Новая команда, новое руководство и новые задачи. Футбольный клуб Новосибирск только появился на свет и в ближайшее время команде предстоит получить лицензию для участия в ПФЛ. Но программа развития составлена на годы вперед, а точнее до 2030-го. К этому моменту по плану клуб должен уже выступать в российской премьер-лиге. Для нас футбол является одним из базовых видов спорта. У нас более пяти тысяч человек втянуты в этот процесс. В каждом районе, вы знаете, есть спортивные и футбольные площадки. Поэтому и задача, которая ставится новому клубу, новому руководству клуба в следующем году выйти в лигу повыше. Решение о создании нового клуба в Новосибирске было принято правительством региона после катастрофического выступления Сибири в минувшем сезоне. 18 место плюс финансовые проблемы. Еще не потраченные командой 45 миллионов рублей теперь решено перераспределить в пользу нового клуба, который должен стать базой для развития футбола в регионе. В стратегии и в этом решении мы все-таки видим более системное управление, мы видим более детальный подход к развитию детского и юношеского спорта, в частности, футбола. И, конечно же, как и в любых других игровых видах спорта, мы в первую очередь нацелены, чтобы наши доморощенные игроки, именно новосибирцы, пополняли ряды основной команды. Учитывая неопределенное будущее футбольной Сибири, в новом клубе «Новосибирск» готовы принять не только детей, занимающихся в академии, но и тренеров команды. Тем более, необходимо наверняка нам в первую очередь учитывать этот вопрос, как правительство Новосибирской области, чтобы люди не остались на улице, тем более люди компетентные, которые посвятили большую часть своей жизни футболу. Большая работа предстоит и по привлечению болельщиков, которые за последние годы отвыкли от качественного спортивного зрелища, результатов и условий на трибунах. Совместно с фанатами будет решаться вопрос о необходимости переименования созданной команды уже в ближайшие годы. К тому же, болельщики напрямую смогут повлиять и на весь образ нового клуба. Мы хотим, пока у нас в настоящий момент есть время, все же спросить у наших болельщиков, какие цвета они видят основными для формы нашего футбольного клуба и какой символ, маскот хотели бы они видеть на матчах. После чего, как будет разработан логотип в соответствии с данным цветом, несколько вариантов также представим на голосование. Затраты на содержание новой команды не превысят 250 миллионов рублей. Таким было и финансирование Футбольной Сибири. Кроме того, руководство клуба рассчитывает на спонсоров и готово к диалогу со всеми поклонниками футбола в регионе. Александр Ширудила, Алексей Погодин. Новости ОТС. И на этом пока все. Следующий выпуск новостей уже через полчаса. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры предоставил DimaTorzok Эфир канала ОТС продолжает выпуск новостей. В студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об ответственности за ношение незарегистрированного травматического пистолета, акции «Судьба солдата» и гастролях Новосибирского музыкального театра. Штраф или тюремный срок отныне не грозят владельцу незарегистрированного травматического пистолета. Об этом сообщили на пленуме Верховного суда. Разъяснение дали относительно того, что считается огнестрельным оружием и что попадает под статью за его незаконный оборот. Это должно помочь в решении вопросов, возникающих в делах о преступлениях, где фигурирует такое оружие. Травматические пистолеты суд огнестрельными не считает. Отсюда и отсутствие уголовного наказания за ношение, обороты и небрежное хранение. Отмечу, что в год в России за незаконный оборот оружия суды наказывает больше 8 тысяч человек. Из них полторы тысячи получают реальные сроки. Госдуме рассмотрят законопроект об упрощенном порядке обжалования автоштрафов. Документ внесли депутаты фракции «Справедливая Россия». Законопроект позволяет в электронной форме обжаловать постановления, вынесенные на основе данных технических средств, работающих в автоматическом режиме. Речь идет в первую очередь о видеокамерах, фиксирующих нарушения на дорогах. На сегодня постановление об автоштрафах направляется гражданам как в бумажной, так и в электронной форме, напомнил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Однако обжалование возможно только в явочном порядке. Людям приходится ходить по инстанциям, писать заявления, тратить время и нервы. Конец цитаты. Куйбышевский район присоединился к акции «Судьба солдата». Жители подавали заявки на поиск информации о родных, участвовавших в Великой Отечественной, чтобы узнать, где они погибли и были захоронены. Благодаря общероссийскому поисковому движению уже удалось установить судьбы сотен солдат. Подробнее Оксана Тимошенко. Марина Игнатьева благодаря поисковикам узнала, где и как погиб ее прапрадед. Сегодня уже она помогает тем, кто хочет разыскать родных пропавших без вести в годы войны. Моей, получается, мамой дедушку. Он воевал под Москвой, в Старом Осколе, в 1941 году. И умер в 1942 году, защищая Москву. В этом году в бессмертном полку я шла, и у меня была в руках его фотография. Должны знать мы историю Отечества, историю наших предков, родных, близких. В Совет ветеранов с просьбой помочь в поисках информации жители района обращаются часто. Рассказывает председатель организации Владимир Апарин. Я взял, потому что обращения были. Мы искали уже и через поисковые отряды, и так искали по архивным документам. Ну, не можем найти. Ну, а тут узнал, что такая акция проходит. Решил взять, помочь людям. Всероссийский проект «Судьба солдата» стартовал два года назад. За это время удалось установить судьбу сотен фронтовиков, изучая базу данных Министерства обороны и архивные документы. Надеется узнать хоть что-то и Максим Тюленев. Его прадед Василий Першеев пропал без вести в ноябре 42-го. Хотел еще бабушку найти. Уже бабушки давно нету. И как бы целью только задался. Как бы найти, что случилось и те, как. Заявки в мобильный приемник собирали два часа. Но на этом работа не закончится. До 21 июня, 21 июня включительно, любой желающий, который сегодня не успел заполнить, подать анкету, может прийти в Дом молодежи по улице Шишкова 2, в 9 кабинет и оставить этот запрос. 22 июня мы все данные будем передавать в региональное отделение. О результатах поисков землякам сообщат в течение года. Оксана Тимошенко, Андрей Ребедев, Новости ОТС. Новосибирский музыкальный театр принимает коллег. Сибирская сцена на несколько дней станет главной для артистов Севастопольского драматического театра имени Луначарского. Большие гастроли, масштабные постановки. Названия в афише говорят сами за себя. Мастер Маргарита, Анна Каренина, доходное место, фабричная девчонка, дядюшкин сон. Практически все постановки номинанты национальной премии «Золотая маска». В свою очередь на берег Черного моря наш музыкальный театр везет свои лучшие спектакли. Мэри Поппинс, Хаджан Среддин, Морица, Гадюка и Ви. Добавлю, что масштабные обменные гастроли в год театра проходят с полноценными декорациями, костюмами и полным актерским составом. География программы обширна, в нее вовлечены все 85 субъектов Российской Федерации. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хорошего вам дня и до встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ.